Привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием MMO RPG Tycoon 2. Мы окажемся с вами как бы с другой стороны, не со стороны игрока, а со стороны тех, кто создает те самые ММОшки для тех самых игроков. Нам с вами здесь предстоит наполнить мир ММО монстрами, неписями, заданиями, квестами, разными классами, разными городами, деревушками, точками возрождения и прочим, 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 чем только можно наполнять мир ММО игры, естественно. Ну что ж, звучит весьма интересно, давайте познакомимся и посмотрим, так ли оно на самом деле. Новая игра нас с вами интересует, давайте, и тут мы с вами должны выбрать название и значок для нашей игры. Давайте, хочу значок вот такой, сердечко, и какое-нибудь название, связанное тоже с сердцем, пускай она с вами будет. Heart Legend, да, вполне себе, меня устраивает. Вперед. Дальше нам с вами предстоит выбрать тип нашей ММОшки. Это есть, собственно, боевая, сюжетная, отыгрыш роли, игрок против игрока, казуальная, социальная и фри-то-плей. Всеми любимые, да? Но у нас, давайте, будет какая-нибудь казуальная, к примеру. Казуальные игры легко подбирать и играть. Как правило, они привлекают в основном социальных и случайных игроков. Базовается на покупке 40 баксов, ничего себе, и плата за месяц за подписку, видимо, 10 баксов. Вау, вот это ценнички, конечно. Ну что ж, как раз такая, знаете, игрушечка, не обремененная ничем лишним, чтобы зайти вечерком, почилить, побалдеть, покайфовать, пообщаться. Вперед. И тут наша начальная статистика показана. У нас с вами есть 4 поинта, которые мы с вами сможем распределить. Давайте немножечко в пиар вбахнем, да, чтобы, так сказать, при запуске игры у нас пришло хотя бы пару человек поиграть, а не так, чтобы пустые сервера наши с вами были. Вот, и также здесь есть навороты, это тематика и исследования. Давайте, наверное, тоже сюда сразу остальные 2 вбахаем. 10 поинтов у нас изначально в обнимашке еще, да, это 20% к социализации. Дзынь-дзынь, это у нас достижение и добыча. И крутота, это боевка, кому вообще нужна сейчас боевка, когда есть социализация и все остальное. Ну что ж, вперед. И тут, собственно, подводим итоги, да. Heart Legend называется игра наша, казуальная, вот такие вот статистики. Ну и да, я хочу обучение, чтобы игра нам рассказала, что и как здесь делается и почему. Создаем, поехали. Heart Legend. Новая ММО. Ух ты, нифига себе, какая карта. Да, это наша с вами карта, вот на ней это все и будет происходить здесь у нас. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, основа, так сказать, управления, бла-бла-бла, вот это все. Как здесь, в чем можно, куда перемещать, как смотреть и так далее. Ну, карта, кстати, довольно-таки внушительная. На самом деле, мы с вами сейчас вид сверху, да, так сказать, смотрим. А можно приблизить вот так вот и посмотреть на локации прямо, собственно, со стороны, получается, игрока, что ли. И локации действительно получаются довольно внушительные здесь, каждый из них. Посмотрите-ка на это. Но то ли еще, как говорится, будет, да. И уже дальше мы там с вами будем все это дело застраивать и так далее. Нифига себе, здесь горы непроходимые какие. Ну ладно. Великолепно. Уменьшаем масштаб, смотрим все. Давайте, да, сейчас у нас с вами игра будет дальше расписывать, что и где, и как. Основное же дисплей, где будет показано количество игроков, количество подписчиков, отчет об ошибках, да, заявки в техподдержку и так далее. Время нашей игры, собственно, наличное и так далее. Вся, короче говоря, информация у нас с вами будет находиться здесь. Здесь у нас с вами настройки и прочее. Находятся системные, да, кнопки всякие разные. И вот здесь наша, так сказать, основная панель, где у нас всякие разные инструменты, чтобы менять местность, добавлять, убирать и так далее. Все вот это вот такое. Ну что ж, и для начала, собственно, нам с вами нужно будет выбрать регион начальный, где будут стартовать наши новички, да. Давайте посмотрим, что мы с вами сделаем. Ну, естественно, я думаю, это будет какой-нибудь такой зелененький, приятненький биомчик, куда, собственно, будут приземляться наши новички и дальше уже разбредаться у нас по карте. Я думаю, что, в принципе, мы с вами можем сделать вот этот, например, региончик начальным нашим, да, как раз, в принципе, по мне подходит довольно-таки. Ну и дальше ребята уже будут здесь, собственно, распределяться, кто куда по карте и так далее. Либо мы можем вообще в какой-нибудь в центре сделать регион вот этот вот, собственно, здесь у нас там первый уровень будет, там второй, третий и так далее, там подобное. Ну и в эту сторону тоже самое с вами все пойдет Ну давайте вот эту часть выберем, например И, собственно, нам предлагают здесь зайти и раскрыть данный регион Активировать регион Прежде чем вы сможете строить в регионе, вы должны активировать его Активированные регионы имеют как стоимость покупки, так и стоимость обслуживания, естественно Бам, берем регион, получается цифра 1 И это значит, что в этом регионе, собственно, все будет соответствовать персонажу первого уровня Окей, хорошо, меня, в принципе, вполне это устраивает Теперь, когда локация активирована, давайте вернемся к основному виду Давайте И, в общем-то, вот она наша локация Если мы хотим скорректировать рельеф, то сейчас этим, собственно, заняться самое время Как нам говорит игра, у нас с вами тут есть несколько типов местности для каждого региона И их можно, собственно, смешивать в пределах данного региона Здесь у нас с вами есть поле, соответственно, преобладающее здесь Также у нас с вами здесь есть лес, да, в котором легко заблудиться Есть такая вот бездна, ну типа, знаете, рвы с водой, скажем так И есть болото, остерегайтесь пиявок Ну, тоже такая вот локация Что ж, я думаю, мы с вами сейчас что-нибудь сделаем Давайте-ка мы попробуем болото вот здесь сделать Например, около воды, как это вообще будет выглядеть, интересно Ну, вот, собственно, появляются какие-то деревья, видимо, болотистые, да, болотные Как раз подходящее, мне кажется, для этого местечко Здесь у нас с вами Ну, пускай, пускай будет болото, да Даже можно немножко пошире, думаю, сделать И каких-нибудь потом сюда с вами монстриков запихнем Почему нет Так, ну, у нас будет этот, будет локация первого уровня Скорее всего, будет локация второго уровня вот этого А дальше уже там третий, четвертый поедет И чем-нибудь типа того мы с вами сделаем Поэтому отсюда Мы с вами как вообще можем сделать Мы с вами можем сделать вот так, знаете, через болото, типа, вход Проход какой-нибудь Сюда, в эту локацию, я думаю Мы здесь тоже, пускай, немножко болотца у нас с вами будет еще Лес тут у нас с вами как бы уже есть Вот он лес Можно немножко побольше Прям, прям даже в воде, ничего себе Можно прям побольше его немножечко добавить Ну, такой погуще был, да Заросло у нас с вами здесь деревьями такими Классными, прекрасными, вот Ну, и наш городочек, я думаю, здесь будет находиться между болотом Как раз таки лесом и полями Где-то прямо здесь мы его, наверное, поставим А сюда будут начинать они все Потом уже разбредаться, кто куда Тут всякие у нас монстры будут и прочее, прочее, прочее Окей Хорошо, с этим мы с вами, допустим, закончили Дальше Первое, что нужно любому региону, это точка возрождения Естественно, если персонажи-игрога умирают в бою Они автоматически возрождаются в ближайшей точке возрождения Более того, разработчики и мастер игры Могут перемещаться по игре с помощью ее точек респауна Ну, что ж Давайте будем ставить тогда точку возрождения Идем в постройки И у нас как раз точка возрождения здесь есть На любой, как говорится, вкус и цвет Есть цивилизованная точка возрождения Есть, собственно, прибрежная точка возрождения Да, военная точка возрождения Элегантная Жуткая И лесная Ну, мы давайте Здесь у нас будет такой стартовый город Стандартный, да, довольно-таки, я думаю Мы поставим с вами цивилизованную Обычную точку возрождения Вот так вот она, собственно, выглядит здесь Мы немножко развернем ее вот в сторону куда-нибудь И вот здесь Она как раз-таки будет стоять у нас Изначально Что ж, хорошо Поставим давайте Точка возрождения у нас с вами есть Прекрасно Обратите внимание, как точка возрождения Которую вы разместили Мигает красным цветом Это потому, что у нее еще нет сетевого подключения Давайте установим один из них Угу Сладкая сеть И чтобы, так сказать, попадала информация В игру, да, и из нее передавалась игроку Нам, естественно, нужны все Которые серверы Прочие, прочие, прочие Каналы и так далее Сетевой механизм Проложен под землей Если вы размещаете его под большим деревьем Вам может понадобиться приблизить камеру Если вы хотите разглядеть поближе Но нам нужно просто поставить Где-нибудь его И от него У нас с вами все будет уже Расходиться во вся сторону Я думаю, что как раз В городе, наверное, и поставим Потому что тут город будет здесь примерно, да Мы с вами сейчас бахнем О, вот И теперь нам с вами Когда у нас есть восходящий канал Нам нужно распределить Пропускную способность Которую он предоставляет Проложите сетевой кабель Используя выделенный инструмент Вот этот, собственно И как раз-таки Мы когда будем прокладывать его сейчас Мы увидим зону, да Зону влияния, скажем, всего этого Ну вот такую мы с вами Небольшую пока сделаем В эту сторону давайте Бахнем, все И запускаем Чтобы сеть у нас, так сказать Немножко загрузилась Пошел сигнал Отлично И сейчас Он будет выходить вот сюда По идее Загрузится здесь Как раз мимо нашей точки респауна И точка респауна тоже Задействуется По идее Так, мы с вами еще немножко подождем Давайте Готово Все, приконнектилось Супер Далее давайте построим гостиницу Где-нибудь рядом с точки возрождения Игроки будут хотеть установить дом Везде Куда они Попадут В любом регионе Ну что ж Минимум одна гостиница В каждом активном регионе Хорошо Это в общем логично Да, домики все любят Домики любят все Поэтому мы с вами берем гостиницу Опять же выбираем тот же стиль Цивилизованная гостиница Тут они в принципе тоже разные есть Можно маленькую гостиницу поставить Но мы с вами сразу большую Бахнем Давайте такую Все-таки Начальный город Все дела, да Я думаю нужно побольше немножко Так, гостиница у нас немножко С вами как бы на холме будет Находиться вот здесь Вот сюда-то мы с вами ее и поставим Бам Плюс гостиница тоже Чтобы она попадала в эту зону действия Сигнала, само собой Все Готово Давайте запустимся опять же Сейчас Во, смотрите У нас уже какая-то стрелочка здесь полетела Что это интересно за стрелочка такая Которая летит в гостиницу Ну я думаю, что мы с вами сейчас расскажем Вы заметили маленькую красную стрелку курсора Которая отправилась в гостиницу После того, как вы ее построили Это был один из ваших разработчиков Включающий ее Разработчики должны посетить Каждое здание, которое вы строите Чтобы включить их И они путешествуют через ближайшую точку возрождения Если ваши точки возрождения очень далеко Это может занять некоторое время Вот так вот Окей В принципе, я думаю, нам с вами потом дадут наверняка возможность И мы с вами точки возрождения поставим Какой-нибудь там на болоте Ну, знаете, там в лесах Ну, вообще ничего такого Чтобы не только в городе они могли возрождаться Но еще и, возможно, где-то там Посмотрим Посмотрим, как пойдет Давайте построим кузницу Недалеко от гостиницы Здесь уже у нас Я думаю, где-то вот в этой стороне Мы с вами должны бы не построить Так, кузница Вход здесь Немножко, так сказать, поодаль Да, от гостиницы Но все еще в этом В этом городе Естественно, он с вами будет Начально находиться все это дело Давайте ставим сюда Попадает также в радиус Отлично Сейчас ее наш разраб Поедет, включит Может немножко пошустрее делать На самом деле, я думаю Оп Готово Супер Наконец, давайте построим магазин Большая часть золота Игрокам поступает От продажи ненужной добычи Скупщику Которые они получают С побежденных монстров Разместить магазин Давайте Так, магазин у нас С вами находится тоже здесь У нас есть магазин и зелий Но их чуть попозже Мы с вами поставим Естественно Сейчас нам нужен магазин Вот такой вот Цивилизованный магазин Как раз таки Чтобы продавать лут и мусор Ну, поставим где-то рядом Давайте, я думаю С Нашим кузнецом Вот здесь И как раз потом Дальше можно будет поставить Уже Необходимы, допустим Зелия Что-нибудь типа того Но сейчас нам с вами игра Все расскажет и подскажет Как сказать Игроки знают только О тех местах Которые они видели Или слышали Но они всегда могут видеть Достопримечательности в регионе Независимо от того Насколько далеко они находятся Поместите ориентир Где-нибудь рядом с гостиницей Чтобы игроки всегда могли Увидеть дорогу домой Так, посмотрим И у нас с вами здесь Огромные ориентиры Часовая башня Есть волшебный шпиль Есть элегантный шпиль Маяки и прочее, прочее Но я думаю Что в этом городе У нас будет с вами Часовая башня Вот такая вот она Огромная, да Но как раз Так сказать Подстать, да Я думаю Центр города Будет у нас с вами Находиться где-то вот здесь Давайте мы Разместим Повернем, наверное В эту сторону Немножечко Здесь у нас В принципе В центре будет находиться Бах Все, врубаем Отлично Теперь мы должны Создать несколько Зон монстров Зоны монстров Требуют довольно Большой пропускной способности Особенно если они Большие Возможно вам понадобится Провести через них Дополнительные сетевые кабели Чтобы они остались В сети Нажмите окей И мы начнем Поехали Сейчас будет самое интересное Распределение монстров По карте Естественно Ну в принципе У нас уже зоны здесь видны Кто-то в лесах Кто-то на болотах Кто-то может быть На прибрежной зоне Кто-то где-нибудь Еще около гор И так далее Нипы Нас с вами интересуют Вот они монстры Зоны монстров Итак Что же у нас с вами Сейчас за монстры есть Есть крокодилы Есть пауки Есть кобальды Есть медведи Судя по всему Больше на крыс похоже Ну да ладно Странно что нету Кабанчиков начальных Но в любом случае Будем работать с тем Что есть Итак Давайте разместим Разных всяких Я думаю да Медведи у нас где-то В лесах будут тусоваться Я думаю как раз Место подходящего У нас с вами болото Лес у нас здесь да Тогда давайте Мы с вами сейчас Немножко по-другому Сделаем Так Лес у нас здесь Там будут и медведи Значит мы с вами берем Медведиков Все у нас с вами здесь Первого уровня Другого уровня здесь Делать не могу На этой локации Ну и вот так Собственно они там Располагаются как-нибудь В лесах Я думаю что в принципе Такого количества Пока что нам с вами хватит Я думаю в любом случае Можно будет В случае чего Зоны подрасширить Да ну давайте Немножко поглубже в лес Там еще уйдем куда-нибудь Тоже медведики у нас будут тусоваться Чуть-чуть может быть На луга они сюда будут выходить Так вот Сделаем дальше Хорошо У нас с вами крокодилы есть Ну крокодилы такие ребята Типа на эти на болотах Будут тусоваться На прибрежной зоне Возможно пауки Тоже на болотах у нас с вами Вот что будет На болотах точно Давайте Здесь у нас скорее всего С вами будет дорога Пауки Ну и правда пауки Смотрите-ка Нифига себе Ну да похоже Похоже на то Похоже на правду Ну прям так вот Вдоль здесь у нас с вами Будет везде идти Короче Паучки Паучки Сейчас нам с вами нужно Будет это дело Естественно все еще Законнектить Потому что без коннектора Вот ничего не будет Так пауки Это хорошо Пауки это замечательно Можно где-нибудь вообще Типа знаете Вот здесь По центру пауков сделать Например Ну кобальды я думаю Это ребята Которые у нас с вами Будут располагаться Где-то около гор Вот так как-нибудь Мы с вами придумаем Сейчас я думаю Немножечко Буквально здесь Там где-нибудь здесь Кобальды тоже будут Настусоваться Вот Крокодилы Ну крокодилы тоже Болото и плюс Прибрежная зона Я думаю Можно в воде О можно в воде Прям делать Класс Ну так немножко Крокодилов здесь Немножко давайте Крокодилов Где-нибудь здесь Наверное на болотах Бахнем Да прям внутри Там у нас тоже Крокодилы будут Так толком не видно Но мы примерно Сейчас там наметим Там уже потом Доделаем Как нам с вами нужно Вот здесь Крокодилки Крокодилки У нас с вами тоже Будут располагаться Вот так вот Давайте и на болотах Побольше будет тоже Я думаю Во Класс Ну и все Наверное я думаю Пока этого хватит В общем-то Но игра говорит Что хватит Отлично То есть зона у нас есть Но они у нас Не подключены Как бы да Как бы есть Но как бы и нет Получается Что ж Хорошо Давайте пока Посмотрим Что с вами можно дальше Сделать Сможем ли мы их Сейчас подключить Да вроде можем Давайте Давайте Тогда сразу Подключим Тоже отсюда И скорее всего Нужно так понимаю Прямо будет провести Да Отсюда Прямо провести Вот как оно идет Так готово Здесь Давайте здесь тоже В другую сторону Еще сразу сделаем Само собой Так Мне нужно еще Провести в эту сторону Чтобы сразу Вся информация Так сказать Доходила до сервера И обратно В обратном направлении Я думаю И здесь тоже Сразу тогда Соединим Готово Так Здесь у нас С вами тоже Пойдет Наверное Откуда-то Может быть Отсюда Можно соединить Вот так Я думаю Что можно Да отлично Здесь идет Здесь мы с вами Соединяем И в эту сторону Давайте еще сделаем Тоже сразу Для наших Паучков И не только Все Готово С этим мы с вами Закончили Наконец Давайте разместим Несколько НПС Дающих квесты Дающие квесты Это ваш способ Донести до игроков Что нужно делать Чтобы помогать им Не чувствовать себя Потерянными Это верно Это правильно Поместите двух Дающих квестов НПС Немного Впереди Вашего Трактира Трактира В смысле У нас гостиница У нас трактира нету Или это и есть трактир Ну ладно Допустим Хорошо Дающий квест НПС Давайте Рядом с гостишкой Поместим Одного Причем выбираем Смотрите Разные тоже Ребята Воины Прочее 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 Класс Так Хорошо Давайте Наверное Воина Возле гостиницы Нет Скаута Возле гостиницы Короче Бах Куда тебя Можно поставить Можно поставить Готово И еще одного Например Вот такого Вот Замечательного Мага Мы с вами Поставим Рядом с башней Естественно Да Будет Что с вас Отлично Два Неписи У нас с вами Есть Вы можете Редактировать Квесты Ваших НПС Если вы Нажмете на них И проверите Вкладку квеста Не стесняйтесь Экспериментируйте Если вам Это нравится Подписчикам Нужно всего лишь Убить Около Четырех Монстров Чтобы достичь Уровня Два Окей Не так уж и много Но Будем иметь ввиду Давайте посмотрим Вот например Нажимаю на тебя И действительно Информация Собственно Уровень Одиннадцать У него Чтобы Так сказать Чувствовать себя Здесь в безопасности Видимо Да ему И квесты У него есть Два квеста Так Сходи к цивилизованной Точке возрождения И Насладись видом Но Обычно Такой начальный квест Да Хорошо И так же Еще один квест На наслаждение видом А Каким Может быть По поводу Монстров Что нибудь Нет У тебя Может быть Что то есть такое Там Убить тех Убить этих Так К медведям Убить Во Медведя убить И Прокодилов убить Но в принципе Уже хорошо Уже неплохо Почти готово Удели внимание дорогам Когда Подписчик хочет Куда ты попасть Обычно Он напрямую Идет туда Даже сквозь места Представляющие опасность После размещения дорог Пользоваться ими Перестав искать Короткие пути Во Это хорошо Так Пути Давайте попробуем Сделать Так Ну у нас Должен быть путь Здесь Ага От гостишки К сожалению Прямо впритык Мы сами не можем провести Поэтому нам нужно Просто такое Знаете Что то типа того Сделать Вот какой то Аля центр Намутить Вот такой вот Да Так А соединить Мы сами это сможем Как то сейчас Ставим здесь И теперь мы можем Сделать вот так Во Все соединили Ну что ж Вот он Наш центр поселения Будет И это еще не все Мы сами с ним не закончили Но нам там потом Попозже отпустят Так сказать побольше Дадут возможности И мы с вами Ими конечно же Воспользуемся Теперь по идее Хотя бы дорога Здесь вокруг есть Ну и дороги нам с вами нужны Будут естественно Куда то сюда Я думаю да Вот сюда Она с вами дорога Будет вести Ну и может быть Даже куда то Вот сюда Типа того Или сюда Может быть А так в принципе Больше она здесь Нигде не нужна Но с этим мы еще Разберемся Окей хорошо Это я понял Давайте дальше Пока что И это основа Теперь у вас должна быть Полностью функциональная Стартовая область И вы готовы выпустить Версию 1.0.0 Вашей игры Нажмите окей Чтобы продолжить Да уже неужели Но мне кажется Еще сыровато Давайте выпустим игру И начнем получать подписчиков Нажмите кнопку Обновить В левом верхнем углу экрана И выберите перк Начальная точка Чтобы мы могли Выпустить игроков Так Обновить Стартовая точка Стартовая точка Когда новый игрок Заходит в игру Он появляется На стартовой точке Логично Так Допустим Выпустить Вы все Все готово к работе Я же блокировал Все ваши инструменты Редакцирования Развлекайтесь Когда вы будете готовы К тому чтобы подписчики Начнут присоединяться Разместите начальную точку Ну вот теперь нам с вами Так сказать Действуем немножко Да и мы с вами можем Доделать все Все у нас с вами В постройках она появилась Мы с вами расположим Где-то здесь рядышком Наверное думаю Но пока давайте посмотрим Что мы с вами еще можем построить Таверны вот у нас с вами есть Гостиница уже есть Магазины Во-первых я хочу Зельевой магазин поставить Так Цивилизонный магазин зелья Да Нам это нужно И еще И еще помимо всего прочего Я бы хотел сделать Все-таки дороги У нас есть дороги Кстати говоря через перевалы Как раз таки Видимо к другим локациям И это нам с вами тоже пригодится На ней прямо сейчас Ну так или иначе Так Дорога значит у нас Идет еще здесь Куда-то вот сюда она уходит Да И в сторону Вот сюда в сторону гор Пока ведет То есть здесь Пока мы с вами закончим с дорогой В другую сторону С вами дорога будет уходить Тоже сюда Так А можно как-то прицепить тебя Зараза Она либо там Либо там крепится Да Ну давай Допустим Допустим здесь Я поведу так дорогу Тогда В эту сторону И тоже куда-то сюда К будущему возможно Перевал Мы с вами Запустим это дело Так Не-не-не Отцепить пожалуйста Окей Дальше я хочу что-то сделать Я хочу еще такое Знаете Типа Гор У нас с вами все-таки побольше Я думаю Надеюсь будет Поэтому мы с вами сделаем Вот так Типа еще одно кольцо Здесь такое у нас с вами будет Сейчас мы с вами еще даже сделаем Стенку для нашего города Класс Вот Замечательно Так Давайте-ка мы наверное С вами еще здесь путь сделаем Мы с вами еще сюда путь сделаем Вот так вот Чтобы ребятки могли ходить И стены Они вот здесь тоже есть Естественно Они будут здесь вокруг дороги идти Ну давайте попробуем построить их Значит так Стены чуть подальше От дороги Чтобы там тоже можно было Что-нибудь построить И ведут они вот сюда Вот Даже башня есть Отлично То что нам с вами нужно Какой-то рунный камень Интересно он будет Мешаться или нет Еще проверим Мне не мешается вроде как Это хорошо Это меня радует Значит стены С вами пойдут вот сюда тоже Вот таким образом Вам Готово Ну что ж У нас с вами будет два выхода Из нашего города Прекрасно Замечательно Можно будет выходить здесь Можно будет выходить здесь Дальше Давайте мы с вами еще К неписям перейдем И у нас с вами здесь есть Разные непися есть У нас с вами здесь есть еще Охранники Стража Охранники служат двум целям Они сражаются с любыми монстрами Которые подходят в город близко Ну логично да И они дают указания Потерянным игрокам Полезно для защиты городов Вот Я думаю парочку разместим Перед входом Так У нас это будут естественно Вояки какие-нибудь Паладин Во Давайте паладин Так Паладин раз Здесь паладин два Если что Они будут дербанить И монстров в том числе Но мы с вами довольно далеко Все расположили Так или иначе Паладин раз Паладин Вот здесь Здесь два Все Два паладина здесь Ну и в центре города Я думаю тоже можно Где-то паладинов поставить Будет Типа Пускай будут Да Парочку-троечку Охранять Так сказать покой наш Все Хорошо Замечательно Все есть Зоны монстров есть Здесь тоже все есть Также мы с вами можем добавить Элитных монстров Вот Это прям круто Это я хочу добавить Первого уровня Паук естественно С вами будет элитный И он будет Знаете где-то сошиваться Он будет вот здесь сошиваться Во Вот он будет сошиваться В поле Чисто просто в поле Знаете Если кто-то захочет То уже пойдет Так сказать На него Значит паук Здесь будет И давайте еще крокодила Тоже элитного Добавим здесь Здесь будет пустить У нас короче Тоже все Двух элитных монстров Я думаю пока что Нам с вами хватит Кобальды у нас с вами тоже есть Медведи у нас с вами тоже есть Ну давайте ладно Имишку добавим Тогда так уж и быть Вот здесь Будет немножко Отдельно от остальных Тусоваться С них Наверняка Какой-то будет Особенный лут падать Ну а теперь Возвращаясь к постройкам В нашем городе Давайте посмотрим Что у нас с вами еще есть Да Вот таверна Все-таки Вернемся к таверне давайте Таверну я поставлю Таверна общественные места Где игроки могут Встретить других игроков Ну логично да И она у нас будет Располагаться вот здесь Так где там у нас Вход получается Во вход в таверну сюда Ну прям здесь Тебе поставлю Так немножко Ландшафтик поменялся Но главное Что все построилось Отлично Плюс таверна Давайте пока запустимся Чтобы он тут Подключал на всякие здания И прочее прочее Что я еще хотел построить А магазин с зельями Да Магазинчик с зельями Давайте тоже поставим Где у тебя вход Лавку твою Ну вроде как вот он Спереди Так что мы с вами тоже Ставим сюда куда-нибудь Плюс магазинчик с зельями Все Балдеж Красота Вот теперь Ну в принципе Наш начальный город Более-менее похож на начальный город Есть зелья Есть торгаши Есть неписи Неписи еще не все Кстати говоря Мы поставили У нас тут есть еще Смотрите Разместить учителя Если у класса игрока Есть способности Которые открываются На более высоких уровнях Опыта Классовые тренеры Откроют доступ К этим способностям Классовые тренеры Могут тренировать Только игроков Которые того же типа Что и тренер Поэтому вам Вероятно понадобится Несколько из них Во Это то что нужно У нас с вами есть Собственно Скаут паладин А прямо таких Пособников нет что ли Это у нас Типа друид что ли Какой-то Ну в общем Ставим наверное Тогда где-то Здесь тоже на площади Поставим естественно Чтобы можно было К ним подходить Тренироваться Поставим их Я думаю С этой стороны Где у нас будет Точка респауна Вот тут Так Попробуем Вообще не знаю Тут у нас первый уровень Как бы будет город Но так или иначе Почему не подойти к ним И не выучить что-нибудь Я думаю Что в начальном городе Тоже должны быть такие ребята Не только в других Поэтому мы ставим здесь Так Мы ставим Скауты здесь И мы ставим Паладина здесь Все Вот будут Если что Тренировать наших ребят Тогда Ну и теперь 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 вроде как Уже Точно все Мы сами сделали Да Ну и конечно же Как же без декоративных зданий С которыми никак нельзя Будет взаимодействовать Но они могут здесь быть Естественно На нашем городе Да Само собой Они я думаю И будут А то немножко Пустовато получается Пока наверное Супер шибко Сильно не будем застраивать Так знаете Чисто Чисто Вот для того Чтобы было просто Пару домиков Там еще Чем-то такое Да и в принципе И все И хватит Может быть Что-то Что интересное Что еще С ним появится И мы Место Потратим Лучше Начальная точка меча Ну, самая обычная начальная точка Вот она, собственно, у нас Она-то нас с вами и интересует, да? И будет располагаться она у нас рядом с гостиницей Тоже с нашей Вот здесь давайте, ребятки, будут у нас появляться в нашей игре Так, ну что ж, ставим Готово Точка появилась И что? Видимо, мы с вами можем запускать нашу игру теперь Поехали Посмотрим Так, точка-то запущена, точка запущена В принципе, все неописи тоже здесь имеются И мы с вами можем смотреть еще неактивно В смысле неактивно? А, ну типа еще пока не прилетел наш админ Что-ли, не загрузил ее или что? Еще говорит неактивно А, или сеть, подождите Да нет, все здесь есть Все есть, вот, пожалуйста А где наш админ, который должен включить ее, по идее? Товарищ админ, тут как бы у нас это Простаивает сеть, знаете, так сказать Игра простаивает Немножко, это, активировать бы ее Привлечь 100 подписчиков А, он здесь летает Прямо каждое даже декоративное здание врубает Ничего себе, смотрите, реально Так, ну тогда ждем Тогда ждем, когда ее активируют Немножко ускоримся О, понеслась Так, есть контакт Это наш, так сказать, трейлер Игры Класс И стрелочка такая летит там Прям в трейлере Нормас Хард Ледженд Новое ММО О! А, это, короче, реально этот Энт Энт Жесть То есть у нас, получается, три класса Здесь будет Скаут Кто там, Паладин и Энт В нашей игре Я надеюсь, что это можно будет потом расшить Ну как же не попрыгать Нифига себе народ повалил Смотрите сразу Воу-воу-воу Сколько у нас там Семь человек уже целых Восемь человек в игре Найс И все побежали Стрелочка И все побежали, конечно же, брать начальный квест Слушайте, и правда за Энт Это не друид Это прям реально Энт Класс Думает А, нет, это Скаут А вот ты, 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 ты Подожди Да подожди Ладно, или ты кто-нибудь Ну да Похоже Энт Класс Получает квест Все реально бегут Прямо сюда сначала И я так понимаю Все бегут занимать себе комнаты Да, даже жители Из тысячи Может максимум тысяч Умещать такая гостиница На то, что нам с вами нужно Уже 11 человек У нас с вами Жесть Здесь есть Я думаю, что Сейчас мы с вами увидим Как они будут Разбредаться по квестам Уже Ошибки поперли Но потихонечку Наши ребята их правят Молодцы Так, здесь тоже квестики есть Подходите, получайте квесты Пожалуйста, не забывайте Здесь магазины есть Я вот еще что думаю Тут у нас есть У каждой постройки Естественно Сервис, допустим Золото Стоимость То есть мы с вами можем Задать какую-то цену Допустим А вот интересно У них изначально Деньги-то есть вообще Какие-нибудь Когда они приходят к нам в игру Давайте посмотрим Так, вот допустим Ты Статистика Та-та-та-та-та Систему Установить мой дом Инвентарь Бюджет 7 баксов Баланс банковского счета 1400 Ну Неплохо Так Дни достижающей оплаты Подписки 5 осталось Оплачать подписку 1 числа каждого месяца Балдеж Это хорошо Стример Скоро начнет трансляцию А? Наша ммошка Так сказать Сейчас будет рекламироваться Дополнительно еще Отлично Подожди Мне бы понять Деньги здесь сколько есть Это то и деньги Которые ты можешь в игру тратить Или еще В игре или нет Мне кажется нет Так Требования никакого часа Активность Приключения к Т-т-т Анализ Ищущийся алкоголик Что? Казувал? Окей А, золото Вот ноль Ноль золота Короче говоря Но я думаю Что Нам Здесь гостиница Будет бесплатная Типа, да А вот уже Кузница и зелье А, тут так уже Десятка стоит Хорошо Даже трактир Точнее трактир Наверное Получается Наверное Тоже будем за это Деньги брать Немного Там не знаю Две допустим Монетки золотых Да, но так или иначе Немножко Здесь они будут Все продавать Продавать Тут по десятке Покупать Я так понимаю Новое оружие То есть в принципе После квеста Я так понимаю Они смогут себе Что-то купить Да А здесь у нас Сервис сколько стоит Одну Ну давайте тоже Две на раз сделаем Побольше чуть-чуть Вот так вот Сколько у нас там За квест берете Точнее даете Ну 10 золота За один квест получаю То есть сделал два квеста Уже тебе 20 золота Пошел купил оружие Там еще что-нибудь сделал Так что нормально Я думаю В принципе-то Ну что ж Смотрим Смотрим Пока у нас 11 человек здесь Тут что-то тусуются Они Что тусуетесь Это место Вашего возрождения Так Начал понять задание Отлично Выполняйте Тут ваши учителя Если что есть Да Можете у них Поспрашивать Квесты Квестов у них нету Так Пока что По крайней мере Да Но он проводит Обучение Если что Так что Пожалуйста Делайте что хотите Нам с вами нужно Привлечь сотку Подписчиков И настроить регион Второго уровня Но мы с вами этим Чуть позже займемся Мне пока интересно Вот они уже выполняют квесты Пока Загород видимо Вообще никак не убирается Потому что квесты Как мы с вами помним Здесь Посмотреть топ Посмотреть все Пятое, десятое Но не забывайте Что у вас здесь еще И элитные Точнее у нас здесь Элитные монстры есть Типа такого паучка Анзе Левел первый Элитный паук Во Балдеж какой Мы что можем с ним сделать Исцелить можем его Можем присмотреться к нему Можем убить Какие-то еще кнопки Которые пока видимо Не активны Что делает Бездельничает Понятно Ну давайте уже кто-нибудь Пожалуйста выбирайте Загород и идите Квест выполнять О Стоп У нас с вами здесь Энд ходит наш Так Че ходишь Получает квест А ну ты сейчас наоборот Получается в город идешь только Да Но видимо пока что Они будут осматривать Окрестности Так сказать И Выполнять Общение 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 Видите Собрались в группу Короче общаются Класс Прям реально Какая-то ммошка Получается Балдеж Вот интересно Еще они будут Собираться в группе Что там по поводу Стримера кстати Стример скоро начнет Трансляцию Популярный интернет С персона Китн Пёрпл Объявил что Будет стримить вашу игру Это должно стать Хорошей рекламой для нас Они подключатся Второй день Около трех часов День первый Ну окей Не в смысле Отклонить Не-не-не Нормально все Давай я хочу принять Пускай стримит Конечно Пускай стримит Так а мы с вами Потом уже будем Должны подготовить Регион 2 Я думаю что все таки Это будет этот регион На второй уровень Да А что-то у нас с вами Начнется уже посерьезнее Локация Типа там третий уровень Четвертый и так далее И далее И пойдет 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 Дальше сюда уже Там потом посмотрим Что по уровням будем делать Друзья ну что ж Такая вот в целом Игрушечка Мы с вами будем заниматься Тем что создаем Да и Добавляем контент В нашу ММОшку Замечательную Люди будут прибавляться Прокачиваться И расходиться Естественно по локациям Ну я думаю что у нас с вами Тоже разные строения Новые будут открываться И прочие-прочие Интересности Которые мы с вами Сможем здесь Задействовать Как всегда Жду от вас комментариев Как вам данная игрушечка Хотели бы увидеть Ее продолжение На канале у нас На сегодня мы с вами Потихонечку закончим Спасибо за просмотр Не забывайте Комментировать Нажимать на колокольчик Как всегда С вами увидимся Всем до скорого И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok